и снова приветствую всех на своем канале привет друзья и я как и обещал рассказываю как же обновить память ваймак 2007 года и установить туда максимально возможным процессор поехали для того чтобы обновить память необходимо перевернуть компьютер лицевой стороной вниз аккуратненько подстелите что-нибудь мягкое чтобы не повредить дисплей откручиваем вот такую металлическую решетку и и одновременно двумя руками выдвигаем два фиксатора наружу после этого память выйдет из своих мест ее можно будет просто достать это планочка у меня было 512 мегабайт и мы ее направляем прямиком мусор а пока он распинается я вам по секрету скажу планку памяти я конечно же не выброшу поставлю в какой-нибудь маг мини 2007 года и конечно же покажу вам об этом в итоге я докупил еще одну планку памяти 2 гигабайта и именно kingston но это не принципиально вставляем все две планки обратно закручиваем вентиляционную решетку и устанавливаем наш мак назад на стол проверяем и так память 4 гигабайта частота 667 мегагерта ddr2 с драм отлично то что нужно давайте посмотрим в описании да действительно 2 гигабайта и 2 гигабайта наш компьютер работает теперь на 4 гигабайтах ну что ж теперь наступает время обновить процессор это более трудоемкая задача и для этого необходимо полностью разобрать и мак для справки когда я запустил ролик на youtube процессор полностью был загружен то есть система работала на максимум возможных частотах наше сердце работает как новый мотор пел когда-то виктор цой давайте установим нашему компьютеру новое сердце работающая на частоте 2 и 33 гагерта кук наркоз в студию поехали инженеры apple поработали на славу корпус внутри упакован в фольгу все запчасти подогнаны на ура вот как выглядит блок питания состоящий из двух частей он был очень пыльный я его почистил надеюсь что в том месте где грелся когда-то этот аймак греться он перестанет все элементы на месте под алюминиевым радиатором находится у нас с вами чип gpu то есть видеокарты материнская плата для 2006 года выглядит отлично нигде ничего не потекло здесь находится процессор который мы заменим вот на такой процессор который является максимальным для такого аймака это т 7 600 не путаем с т 800 i'll be back поехали для того чтобы снять нужно аккуратненько открутить эти четыре винта придерживая сам радиатор на процессоре для того чтобы он не переломил кристалл чипа процесса 7200 будет заменен на т 7600 предварительно убираем термопасту меняем ее на новую следует использовать проверенные термопасты и так запускаем все в реальном времени так 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 ну что же 50 секунд согласитесь неплохо для компьютера которого который был собран в далеком 2006 году и который имеет не самый быстрый винчестер и так процессор 2 и 3 гигагерц память 4 гигабайта наш аймак почти обновлен и по секрету вам скажу но в то же время не хочу обидеть производителей windows компьютеров на этот аймак 2006 года можно установить последнюю операционную систему от microsoft это windows 10 и она будет прекрасно работать на данном компьютере ну а если еще обновить ssd диск то она будет вообще летать если хотите узнать об этом поподробней дайте знать в комментариях и я установлю windows на данный компьютер и посмотрим как же она в реале работает на 14 летнем компьютере или можете проголосовать голосовалка справа в углу ну что же давайте посмотрим на что способен наш процессор если мы запустим опять тот же youtube с тем же роликом и посмотрим насколько будет загружен процессор процессор работает опять же на максимальной частоте но 33 мегагерца дают прирост в производительности данному компьютеру и если говорить о температуре то если мы взглянем на температуру естественно она уменьшилась за счет того что я положил меньший слой термопасты тем самым увеличил теплоотдачу на радиаторы для того чтобы компьютер не перегревался спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал не пускайте новое видео ставьте колокольчики и всем пока до новых встреч у